Я очень рад Приветствовать вас, друзья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Разрешите предложить вашему вниманию радиовещание Евангелия Христова, которое передается каждую неделю в этот же день и в это же время. Субтитры создавал DimaTorzok Мы имеем доступ к тебе. Просим тебя, благослови наших друзей-радиослушателей и привлеки их к себе. Спаси и помилуй многих из-за нашего народа. Благослови эту радиопередачу и соделай ее твоим благословением. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. Сколько раз ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал. Но гонимый недоброй волей я в упрямстве своем молчал. По пустыне суровой дикой шел, не ведая сам, куда. Миражей бесконечных блики постоянно манили вдаль. Я траву греха беспечна, как холодную воду пил, но в своем милосердии вечно ты, как прежде, меня любил. В тихре трудных земных скитаний, изнуряющей суеты, Среди горьких души терзаний мне внезапно явился ты. И тогда, как бы в знак прощения, ты в ладонях воды мне дай. Наклонившись к ним в изумление, я увидел рубцы от ран. С той поры мне всего дороже ветераны и кровь креста. Я спасен, это милость Божья, я на дланях записан там. Я спасен, это милость Божья, я на дланях записан там. Ветры злобы и бури скорбей в школе мужества необходимы. Иисус, я сокроюсь в тебе, чтобы сделаться непобедимым. Пусть идет против истины брат. Гнать Христа нет постыдней роли, но я твердо уверен, что ад будет Эммануилом разгромлен. «Окружен я отрядами зла, но какой бы их ни была сила, Бог со мною, который послал на Голгофу любимого сына». «Бог со мною, и в этом секрет моего упования и мира. Я достигну небесных побед под водительством Эммануила. Победил грех и смерть на кресте, полководец могучий и дивный. Иисус, я сокроюсь в тебе, чтобы сделаться непобедимым». Субтитры создавал DimaTorzok «Отче мой, ты всегда так милосерден, И в любви своей ты верен, Как никто и никогда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другие вопросы о Духе Святом Дух Святой В чем заключается Его служение? Каково Его отношение к верующим и каково Его отношение к миру? Ответы на эти вопросы и целый ряд других вопросов скрыты для них в какой-то мгле неясности И как ни странно, но как никогда раньше эти вопросы о Духе Святом возникают во всех христианских кругах все чаще и чаще. Сегодня во всех частях земного мира наблюдается определенное духовное движение и в связи с этим движением существуют различные понятия и мнения. Например, некоторые относятся к этому духовному пробуждению весьма скептически. Другие полностью отвергают его. Третьи активно борются против него, объясняя его как возбуждение человеческой психики или даже приписывая действиям злых духов. А четвертые в этом духовном пробуждении видят признаки свежего излияния Духа Святого и приветствуют его. С одним, дорогие друзья, мы должны согласиться. «Если откровенно оценивать духовное состояние современной церкви, то налицо нужда. Чего-то нам не достает. И это что-то, ничто иное, как живое и активное присутствие третьего лица Святой Троицы, Духа Святого». И, дорогие друзья, братья и сестры, корень этой проблемы в нашем незнании. Кем является Дух Святой? Вот почему мы говорим «чего-то не хватает», тогда как следует сказать «ничего-то, а кого-то не хватает». Для большинства верующих не составляет особых затруднений думать о Боге Отце и о Сыне Его, Иисусе Христе, как об определенных личностях. Но когда разговор заходит о Духе Святом, тогда возникает затруднение. Почему-то они не могут представить Духа Святого такой же личностью, какими являются Бог-Отец или Бог-Сын. Отчасти это можно объяснить тем, наверное, что в Библии использованы иносказательные и символические выражения, когда речь идет о Духе Святом. Например, часто о Духе Святом прообразно говорится как об огне, о ветре, о воде или как о голуби. И, безусловно, каждый такой символ передает определенные истины о Духе Святом. Возьмем, например, огонь. Часто в Ветхом Завете Бог являлся в огне. Бог явился Моисею в горящем кусте. Народ свой Он вел через пустыню, указывая путь огненным столбом. И на горе Синай сказано, что Господь сошел на нее в огне. В Новом Завете Ян Креститель, говоря о Христе, сказал, что Он будет крестить Духом Святым и огнем. И в день Пятидесятницы на каждом из собравшихся в горнице почили языки, как бы огненные сказано. Конечно, огонь говорит о святости и о силе Духа Святого. А Дух Святой очищает и дает силу чаду Божию, чтобы оно было эффективным свидетелем Иисуса Христа. В Библии Дух Святой также изображен как ветер или как дыхание. Христос, говоря о Духе Святом, сказал Никодиму, Дух, или как в подлиннике, ветер дышит или дует, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И опять в день Пятидесятницы сказано, что когда сошел Дух Святой, то внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. О чем говорит ветер? Как символ Духа Святого. Он говорит о суверенитете Духа Святого, то есть о том, что он власен делать все, что он хочет, как он хочет и где он хочет. Точно так же, как мы не можем приказать ветру где, как и когда дуть, так же мы не можем заставить Духа Божия действовать так, как нам угодно или как нам желательно. Он поступает так, как Ему угодно. Он, например, разделяет свои дары каждому особо, как Ему угодно. Дальше мы видим, что Библия говорит о воде, как о символе Духа Святого. Вода говорит о возрождающей и обновляющей силе Духа Святого. Христос говорил самарянкой о живой воде, которая становится источником воды, текущей в жизнь вечную. И позже, в последний день праздника в храме, вы помните этот случай, Христос сказал эти чудные слова, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей, и кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Вослюбленные, когда Слово Божие иносказательно говорит о Духе Святом, как о воде, то очевидно параллель. Точно так же, как невозможна жизнь без воды, так невозможна духовная жизнь, вечная жизнь без Духа Святого. Дорогие друзья, эти символы говорят нам только о некоторых аспектах личности Духа Святого, о Его силе, о Его власти, о Его жизни, о Его действиях и так далее. Но это далеко не все, что Библия говорит нам о Духе Святом. Эти символы являются только частичным описанием того, кем является Дух Святой. И мы должны понимать их во внимание, но в то же время мы не должны забывать, что еще говорит Слово Божие о Духе Святом. И если мы не обратим должного внимания на остальное, сказанное нам в Писании о Духе Святом, то у нас сложится неправильное понятие о нем. Вот почему так важно, дорогие друзья, чтобы с самого начала, когда мы начинаем разбор о Духе Святом, нам был ясен один важный факт, а именно, что Дух Святой это не какая-нибудь безликая сила или влияние, но что Он такая же личность, как Бог Отец или как Сын Божий Иисус Христос. Например, если наше понятие о Духе Святом сводится к тому, что мы воспринимаем его лишь как какое-то влияние или силу, тогда мы будем стремиться, чтобы все больше и больше иметь этой силы, больше использовать ее. А если у нас будет правильное понятие о Духе Святом как о личности, тогда у нас будет желание, чтобы Он больше и больше овладел нами и употреблял нас, как Ему угодно. Дорогие мои, братья и сестры, мы не можем использовать Духа Святого. Это Он должен употреблять нас. Имейте в виду, что личности, будь это Бог или человек, присущи три качества. Личность имеет интеллект, чувство и волю. Личность способна думать. Личность способна чувствовать. И личности присущи сила воли. Из-за недостатка времени проведем только некоторые места из Слова Божия, указывающие, что Дух Святой – личность, проявляющая интеллект, эмоции и волю. В первом послании к Коринфянам во второй главе говорится о служении Духа Святого. И здесь мы видим первые качества личности – интеллект. Павел пишет в десятом стихе, что Бог свои тайны открыл нам Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Тут ясно указано, что Дух Божий владеет знанием. Могут ли сила или влияние знать? Конечно, нет. Только личность, способная мыслить, может знать. И что знает Дух Божий? Он знает то, чего не может знать ни один человек. По причине своей ограниченности человек, несмотря на то, что Он тоже личность, не может все знать. Да, Дух Божий – личность, но Он знает все. Он знает глубины Божии – все, что в Отце и все, что в Сыне. Зная все о Боге, Он один может явить Его нам. Также, зная глубины Божии, Он один может научить нас всему тому, что нам необходимо знать о Боге. Христос сказал, что Он, Дух Святой, научит нас всему, напомнит нам все, что Он учил, и наставит нас на всякую истину. Если Дух Святой может научить нас о Христе и открыть нам Отца и Сына, это потому, что Он знает глубины Божьи. А Он знает, потому что Он имеет интеллект, что и является одной из характерных аспектов личности. Сила, влияние или энергия такой способности не имеют. Но заметьте дальше, что личности присуще и другое характерное качество – чувство. Личность обладает эмоциями. Дух Святой чувствует. 30 стих 4 главы послания Кефесянам указывает на этот аспект личности Духа Святого. Здесь сказано, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Оскорбленные чувства – это эмоции, на которые способна только личность. Мы огорчаем Святого Духа, когда мы грешим против Него. Невозможно огорчить силу, влияние или энергию, не так ли? Огорчить можно только личность, способную любить. Заметьте дальше, как в 12 главе первого послания Коринфянам апостол Павел дает наставление о духовных дарах. А в 11 стихе он говорит, все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Великий Бог, когда на мир смотрю я, На все, что ты создал рукой Творца. На всех существ, кого свой свет дару я, И танешь ты с любовью Отца. Когда поют мой друг Господь Тебе, Как ты велик, как ты велик, Тогда поют мой друг Господь Тебе, Как ты велик, как ты велик. Когда читаю я повествование О Боге, о Его делах святых, Как он любил живое достояние, И возлюбил и спас от бег земных. Тогда поют мой друг Господь Тебе, Как ты велик, как ты велик, Как ты велик, как ты велик. Когда я вижу ли Христа смиренный, Кто людям в мире Этому был рабом. Как на кресте Он умер царь вселенной, И нам прощенье приобрел крестом. Когда поют мой друг Господь Тебе, Как ты велик, как ты велик, Когда поют мой друг Господь Тебе, Как ты велик, как ты велик. Когда Господь меня сам призывает, И светит луч сияния Его, Тогда мой дух смирение сполкает, Признав величие Бога Своего, Тогда поют мой друг Господь Тебе, Как ты велик, как ты велик, Тогда поют мой друг Господь Тебе, Как ты велик, как ты велик. Как ты велик, как ты велик, как ты велик. Пишите нам ваши отзывы, пожелания и вопросы. Наш адрес. Почтовый ящик 94. Милбрей, Калифорния. Индекс 94.030. Повторяю. Почтовый ящик 94. Милбрей, Калифорния. Индекс 94.030. Соединенные Штаты Америки. Да благословит вас Господь. До свидания. Милбрей, Калифорния. Милбрей, Калифорния. Милбрей. Милбрей. Ницин. Милбрей, Калифорния. Продолжение следует...